Коллеги, приветствую! С вами Александр. На сегодняшнем обзоре мы детально разберем золото. Мы определим точки входа в рынок на предстоящую торговую неделю. Хочется отметить, что данный обзор у нас был подготовлен вечером в пятницу, 19 июля. И если вы хотите изучить не только золото, а получить точки входа в рынок на долларе, узнать, что будет с рублем, также изучить биткоин, эфириум и тонкоин, то вы можете перейти на ссылку в описании на мой YouTube канал, зайти в раздел «Трансляции» и там посмотреть последний наш эфир и получить больше точек входа в рынок. Перед началом ставьте большие пальцы вверх, поделитесь данным видео со своими знакомыми, подписывайтесь на канал Амаркетс. Золото мы тоже на прошлом деле разбирали. Сейчас мы посмотрим, как оно улетело вверх. То, что это же картинка, превьюшку вы увидели. Вот, и обновило хаи максимумы. Что мы предвидели? У нас в субботу мы предусматривали следующее золото в условии. То, что у нас цена, если прорвало 24.10, там на младших фреймах мы смотрели, то мы предусматривали то, что цена у нас дойдет до следующего уровня, это 24.04. Цена у нас здесь четко вот это отработало, упало до линии поддержки вот этого зелененького коридора, чека старенького. Я еще информацию дал в телеграм-канале, то, что это как истинный угол наклона. И, соответствующий, мы предусматривали дальше падение при пробое у нас уровня 24.404. Вот, предусматривали то, что цена дойдет до 24.01. Рынок скорректируется. За основу я брал вот этот вот момент в истории, то, что вот здесь. Но в тот момент рынок смог отскочить от линии у нас сопротивления вот здесь. И, соответствующий, пошел дальше по тренду вниз, в нисходящем тренде. У нас в этой ситуации рынок все-таки не смог отскочить от линии сопротивления, которую он у нас строил, и рынок прорвал ее. И уже знаем историю, то, что рынок у нас дальше пошел вверх. После пробоя нового максимума, который у нас был в 11 июля, мы предусматривали рост на 4-часовом таймфрейме после пробоя. 24.24 цель, 24.50. Полностью у нас этот коридор реализовался. Следующий, давайте уберем прошлые наши наработки, которые нам уже сейчас не пригодятся. И построим новые условия, которые у нас здесь сейчас сформировались на графике. Ранее мы еще предусматривали пробой уровня поддержки. Вот с основного тренда, сейчас мы вернемся на 4 часа. Вот наш восходящий тренд синенький, с которым мы уже давненько работаем. Даже с более на часовом подкрасивой. И мы учитывали ранее то, что если у нас он прорвется на 4-х часа на то время, он у нас прорвался на 4-х часах, то это сигнал, что рынок дальше будет двигаться вниз. Учитывали дальнейший пробой 23.91 и будем вот так вот спускаться. У нас сейчас, учитывая эти условия, остаются прежними, просто мы немножко подвинем их уже в эту сторону. И сейчас мы с вами об этом поговорим. Ну, тут линию тоже мы уже уберем, нам тоже не подойдет. Так, что мы можем взять выводы? Золото у нас пробилось, но 4 часа, коллеги, смотрите. У нас здесь свеча закрывается, линия вот эта пунктирная пробита. Свеча еще пока не закрыта, посмотрим, как рынок дальше себя поведет. Вот, в принципе, то, что цена у нас, смотрите, подошла к линии, которая была раньше у нас максимумом, рынок от нее корректировался, использовал как ее сопротивление. Здесь у нас тоже это было подтверждено. Здесь как поддержка, то есть это зеркальный ценовой уровень. Ранее мы помним, мы разбирали то, что если он прорвется, когда цена будет пойти сверху вниз, то есть та же самая траектория, например, когда цена сверху вниз будет идти, вот мы увидим, что рынок у нас будет двигаться в эту сторону. Однако стоит учесть, что рынок может сейчас использовать его как, наоборот, как поддержку. И от него рынок развернется. Я все-таки предвижу то, что небольшую коррекцию мы увидим. У золота после такого падения кто-то захочет зафиксировать свою прибыль. Стоп-лоссы будут фиксироваться и вполне откат ожидаем. То есть, например, еще золото пойдет вниз, ну, я считаю, меньше вероятности. Это должно что-то за выходные произойти, что-то такое не в пользу золота, в пользу, например, доллара. Но так, если смотреть, у нас как ни крути меняется тренд, я бы учитывал бы у нас сейчас новое формирование тренда, и нам нужно его найти. То есть, например, вот возьмем вот так вот. Сначала возьмем технически, потом покажу, как по вееру еще дополнительно можно определить. Даже, наверное, вот так вот я взял. Вот отсюда у нас начинается движение. Вот так. И два, сколько вот здесь сверху, вот они тут, которые находятся, они нам нужны будут. Вот скопируем их, и давайте поставим силененький такой. Кстати, еще вот у нас аргументы, почему рынок начал корректироваться. Смотрите, у нас глобально, если мы берем золото, кто-нибудь просто недавно подключился, может запутаться. Вот у нас когда-то цена подходила к этой линии сопротивления пунктирной синий. Дальше здесь. И вот цена у нас в очередной раз к ней подошла. И это ответ, почему рынок начал у нас корректироваться. Про рост мы сейчас еще поговорим, то, что мы еще планируем в долгосроке. То есть, это сразу ответ, если у кого возникает. То есть, почему золото у нас начало сильно падать. Да, это вот ответ, причина. Вот, следующее. Теперь мне нужно понадобиться вверх Фибоначчи, чтобы быть более точным, взять самым минимумом начала движения, которое началось в июне, и завершить у нас вот этим максимум, который у нас был в среду. Вот тут он. Вот, что я здесь вижу, то, что у нас рынок будет готов строить линии тренда. Технически, как у нас, вот он прям очень красиво у нас ложится с уровнем 50, которого только что мы нашли. Так, нет, сейчас не тот. Вот так вот заберем. Вот этот вот мы нашли. Он идеально у нас лег с уровнем 50 Фибоначчи. Это говорит то, что игроки его используют тоже. То, что если мы сначала находим технический уровень, это мы проверяем по вееру, то высока вероятность, что игроки так же построили, то, что он и математически подходит, и технически. Рынок его видит. Это тоже еще один аргумент, то, что цена у нас сейчас вполне будет еще корректироваться. Видите, прямо на нем находится. Если уже рынок прорывает у нас вот уровень 0.50 веера, и, соответственно, еще у нас 23.91, рынок попробует дойти у нас до уровня отката, то, что мы предвидели, это у нас 23.77. Как там находится у нас 0.618 соответствующий. Предусматриваем его как ретест к уровню 23.91. После прорыва 61.8 предусматриваем дальнейшее падение. Там уже к целям 23.63, откат предусматриваем. Там уже, так как он сформировался максимум, в субботу у нас еще его не было, у нас появился этот уровень 0.75. То есть учитываем то, что рынок еще с ним будет взаимодействовать. И вот когда он прорвется, 0.75 уровень, и вот тогда у нас коридор 23.51.49 будет участвовать. Выше прождать пробитие линий веера на 4 часах, а в точке входа уже важный момент смотреть. Должно произойти пробитие на 4 часом таймфрейме линии тренда. Только после ждать, например, на часовике можно будет на уровнях уже. И уровень 23.51 здесь прорвается. Цель 23.35, откат предусматриваем 23.41. Немножко так подальше сделаем, чтобы нам понимать, как рынок себя планирует повести. Это в случае вот у нас дальнейшего такого дампа, чтобы если у нас продавцы прям будет очень мощно давить на золото. Но все же, у меня вот, мне очень, я сейчас приведу аргумент, почему я вижу рост. Первое, у нас вот, как я и сказал, у нас касание линии как поддержку использования. Веер 0.50, цена прям на нем, видите, тело свечи пытается закрыться. А на более младшее время у нас пробитие сопротивления. То есть вот у нас вот, видите, такой мощный нисходящий тренд. Опа. И мы видим то, что там сейчас вот на часовике, даже на меньшее, на 30 минутки, у нас уже рынок пробил его. То есть уже такие снова звоночки на укрепление. Такие уже сразу, оп. Ну, например, чтобы понимали, на более младший тренд, там 15 минут, там уже рынок, в принципе, готов уже переходить фазу, например, восходящего тренда. Для этого, что нужно учитывать, то что у нас вот здесь формируется такая вот фигурка. То есть у нас вот оно как двойное дно. Далее вот у нас сейчас вот пока мы беседовали с индексом долларом, здесь цена у нас уже хочет сделать как тройное дно вполне себе, чтобы дальше, например, еще укрепляться уже. Это чтобы посмотреть на эту закономерность, я покажу вам его условия. Тут вариант двойного дна. Вот. Есть как бы еще тройное дно. То есть нам нужно, чтобы цена прорвала у нас верхнюю границу для подтверждения роста. И как мы понимаем, это коррекция. У нас будет так. Так, ага, там завершение решил сделать, хотя не намеренно. Так, идем сюда. И вот у нас, смотрите, вот ценовой уровень, который цена еще у нас не может преодолеть. И это хорошо. Я вот, кстати, еще видел до нашего эфира. Вот. И вот у нас 24.06. Вот он протестировался, скорректировался. Ценовить вот снова подходило к нему. Как раз когда у нас эфир уже начинался. А не, 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 соврал вам, соврал. То есть рынок вот и протестировал. Вот рынок от него откатился. Вот. И, соответственно, учитываем то, что вот как раз сейчас для нас будет хорошим аргументом, если будет пробой чуть-чуть выше, я взял бы на 30-минутном 24.08, будет хорошим аргументом, что рынок у нас будет дальше уже готов расти в этой ситуации. Так что вот это первое условие. Для того, чтобы быть еще более точным, то смотрите, мы что сделаем. Мы с вами посмотрим, как рынок себя ввел в прошлом, когда цена, например, у нас пробивала этот уровень, когда цена достигала ранее этого ценового минимума 23.92. И посмотрим, как это было взаимодействовано с графиком. Здесь у нас были пробои мощные. И когда цена у нас, например, давайте возьмем вот этот пример, что более подходило, когда цена у нас, например, пойдет наверх, что там у нас рынок провалился. Возьмем вот ситуацию, когда цена у нас вот упала, пошла с похожей позиции, копейки там немножко не хватает дойти до него, до следующего ценового уровня. Смотрите, вот была остановка здесь. Есть, кстати, хорошая закономерность, когда цена доходит не до теневых, например, максимумов. Ну, думаю, вы тоже обращали, если задавались вопросом. Вы, например, видите то, что, ага, вот цена, например, вот здесь пробивает этот уровень, доходила до вот этой тени, да, например. Почему, например, порой она доходит до центра и разворачивается мощно? Сейчас я вам покажу. Обратите внимание, что если мы хотим фиксировать прибыль, то фиксируйте по телам свечей. То есть, если мы видим то, что у нас рынок вот тут уже ввел себя, корректировался, дальше здесь отскакивал. То есть, это первые цели, где стоит фиксировать свою прибыль. То есть, это первый коридор, который я вижу. 24.08.16 коррекционный после падения. То есть, если он пробивается, учитываем то, что рынок вот и с ним будет взаимодействовать до цели 24.18, 90, 24.18. Вот до вот этого момента. Пробой на 30 минутки вполне можно учитывать. Чтобы дальше золото начало расти, и сразу же смотреть, если у нас эта вот линия пробита, сопротивление, которое мы с вами только что обсудили, значит, где-то должна находиться новая линия сопротивления. И здесь у нас уже готовы хорошие три такие точки, которые можно соединить, последние отскоки. То есть, берем вот так вот, соединяем. И вот это как раз и будет нашей ближайшей целью, куда золото у нас будет стремиться. Вот так вот. Соответствующе, я думаю, вот теперь картина стала более ясна. И, соответствующе, если мы увидим, так вот этот уровень мы уже протестировали, мы его берем. И в случае, если цена у нас пробьет вот этот вот максимум, 24. Давайте, наверное, сделаем зелененьким. 24, 24. Который мы ждали на прошлой неделе. Давайте круглим просто 24 ровно, 24,5. Вот, если прорывается, то предусматриваем то, что рынок у нас повторит картину следующим образом. Это у нас тестирование. 24,32 и цель там вот как раз до вот этого вот максимума. То есть, что 24,39 и рынок попробуйте. И там как раз уже цена встретит линию сопротивления красного. Если вдруг цена встретит сопротивление раньше цели, то обязательно надо зафиксировать прибыль будет. Готовится к тому, что рынок уже от этого будет разворачиваться от линии сопротивления. Так, вот мы и сделаем таким вот образом. Только вот я поставлю зелененьким. И чтобы еще точнее понять, мы возьмем от самого максимума начала движения, от сопротивления до самого текущего минимума. Светка фибоначи. И смотрите, как четко у нас сложится с уровнем 38,2. То есть, математически у нас рынок видит эти уровни с техническими. И дает закономерность вполне стоит предусмотреть. Откат у нас, который я предвидел по Тиланске, до уровня 0,50. Ну, смотрите, если до уровня 50, коридор верхний, сейчас еще раз давайте разберем. Если к нему готовиться, то все-таки чуть-чуть повыше до уровня. Сбил сетку. Все-таки лучше немножко повыше ждать. Вот так вот до уровня 0,382, если прорвется. Вот, тогда лучше предусматривать уже рост в этой ситуации. У нас и по техническому анализу, по истории, по закономерности рынок будет двигаться в сторону роста. Плюс у нас рынок пробьет 382 уровень фиба. Вот, так, 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 так. И там следующий предусматриваем к линии сопротивления. До уровня 50 здесь тоже можно предусмотреть разворот. Если что, поддержать сделку подольше, как вариант. Если хватает храбрости, в любом случае, если нет, то лучше выходить пораньше. То есть на 24,32. Вот, что здесь у нас еще? Вот у нас прорывается тут уровень 24,08. И нельзя ни в коем случае игнорировать уровень 23,6. И предусмотрим то, что рынок у нас до достижения его вполне может еще у нас скорректироваться. То есть вот у нас так, так. И вот так мы это предвидим. Так, ну и золото. Если смотреть такие прям глобальную картину, мы, что мы можем сделать вывод. Мы ранее предусматривали по золотому сечению, по скрытым уровням, я нашел условие. Если рынок у нас прорвет новые максимумы. То есть у нас, например, это я учитывал. Прорыв уровня 24,49, 24,34. То, что если пробьется, то мы дальше будем расти 25,10. 24,91 в долгосроке. 24,10 предусматриваем коррекцию. Цена не смогла до нее дойти. Вот у нас ближайший итог. Цена, потому что дошла до линии сопротивления вот этого синего. Это мы обсудили в начале. Так что если резюмировать, золото находится сейчас вот в этом красном коридоре. Вполне себе такой у нас будет треугольник. Вот у нас вот так вот. Вполне у нас будет вот эта траектория. И я считаю то, что логичное золото все равно подождать коррекцию. Как рынок себя повьет с ним. Коллеги, спасибо, что до конца досмотрели данный обзор. Обязательно подписывайтесь на мои социальные сети, чтобы получать больше полезной информации. Особое внимание уделите на мой телеграм-канал. Подписавшись на него, вы получите еще больше точек ввода в рынок в течение торговой недели. Ну что ж, желаю вам успешных торговых результатов. Самое главное, здоровья вам, вашим близким. До встречи. Пока-пока.